У нас вакцинация идет с 1 февраля. Сначала была вакцинация только в спутниках ВИИ. С апреля месяца уже поступил Казвак. Сейчас мы ожидаем тысячу доз. Первую партию мы привели, сейчас ожидает еще и поставка. Уже Казвак, казахстанская наша вакцина. И Хаят-Вак, это китайская вакцина. Она произведена в арабских иерах. На сегодня вакцинация идет. В принципе, желающие могут и привиться, и к себе прививочную бригаду вызвать. У нас на сегодня уже привито 13% населения первым компонентом. Для того, чтобы снимать ограничительные мероприятия, необходимо, чтобы было привито менее 60%. У нас активно прививаются полицейские, здравоохранительные органы. Уже практически 100% они привили. Уже это второму компоненту. По медицинским работникам уже больше 60% вакцинировано. Ну, так как многие переболели, там есть какие-то медотводы. Ну, все равно продолжается вакцинация медиков. По учителям у нас было хуже положение. Вакцинировались меньше сейчас. И на сегодня охват там 30% среди учителей. Но по сравнению с обращением начало апреля и сейчас, то процент увеличился. Сейчас вот тоже проводим разъяснительную работу, входим в организованные коллективы, через Zoom совещание проводим, разъясняем. Потому что у нас дети до 18 лет, они не подлежат вакцинации. И для того, чтобы в организованных коллективах не было распространения инфекции, важно, чтобы педагоги, у которых нет противопоказаний, чтобы они вакцинировались. Для того, чтобы уже с 1 сентября учеба началась в штатном режиме. Поэтому здесь учителям, работникам школ нужно с пониманием отнестись. И на сегодня, потому что выход из ситуации, это является вакцинацией. Сейчас вот и для тех, кто вакцинированный, имеет два завершенных компонента вакцинации, есть ряд послаблений. Таких вот значительных. Если вы, например, выехали за границу и сейчас, если возвращаетесь в РК, то обязательно нужно проходить пациент-тестирование. Но если у вас есть два завершенных компонента вакцины, ну, завершенная вакцинация, то есть два компонента, мы при их получении, то вы можете пациент-тестирование заезжать. По госпитализации сейчас тоже, если для госпитализации обязательно экстренное плановое, обязательно нужно ПЦР-тестирование, то если у вас завершенный курс вакцинации, то ПЦР-тестирование проходить не надо. Закрытые учреждения, медико-социальные учреждения, исправительные учреждения, тоже сейчас ПЦР-тестирование, если есть завершенный курс вакцинации, то ПЦР-тестирование не требуется. Затем, если мы сейчас лекции ходим, читаем, в организованные коллективы приходим, если у вас есть разрешенный курс вакцинации, то ПЦР не требуется. Затем сейчас по детским оздоровительным учреждениям, детским оздоровительным лагерям принято решение, что в красной зоне, тоже и в красной, и в желтой зоне будут работать объекты. В прошлом году у нас детские оздоровительные центры не работали. В этом году в красной зоне с 30% загрузкой могут работать. И здесь принцип вахтовости. Получается, если на сезон, обычно смена у нас 2 недели, 10 дней, здесь одномоментно все должны дети заехать. У всех должны быть ПЦР-тестирование. Дети у нас не в эксциденции, поэтому у них обязательно ПЦР-тестирование сроком не менее 72 часов. Опоздавших детей в середине смены не принимают. По персоналу тоже, он тоже работает вахтовым способом, они не могут совмещать, где-то работают. Получается, заходит смена полностью, чтобы не было заноса извне, если инфицировано, чтобы контакта не было. И вот здесь по персоналу, например, у них обязательно ПЦР-тестирование, но те, кто имел завершенный курс вакцинации, те ПЦР-тестирование не могут. И сейчас вот соревнования тоже, если есть полный курс вакцинации, то тоже можно проводить соревнования, сборы какие-то. А как сейчас вообще по снабжению вакцины? Достаточно ли ее? Потому что вот я смотрю, например, казахстанская вакцина вообще у нас мало, да, у регион поступает? Вакцина, да, у нас КАЗВАК поступило 2000 доз, ну 2000 доз это 1000 на первый компонент, 1000 на второй. Мы получаем по графику, министерство здравоохранения, согласно графику, ну у нас по графику, вот 1000 доз в апреле было, 1000 доз на май месяц, ожидаем, что 27-28 должна быть поставка, до конца месяца должны прийти 1000 доз, ну фактически это 2000, сразу оставляется на второй компонент, первый, второй. У нас вот с первой партии, которая в конце апреля поступила, 1000 человек привили, уже на сегодня второй компонент, 660 человек тоже получили уже скоро, и будет завершенный курс вакцинации по этим первым тысячам человек. По хаят вакууму у нас достаточное количество, вот сейчас их во всех поликлиниках имеется, тоже здесь первый и второй компонент, они идентичны. По спутнику ВИ вот ожидается поставка, в конце мая уже у нас будет поставка, вообще на июнь месяц 50 тысяч доз, 50 тысяч доз должно поступить, и вот уже в начале июня, вот конец мая, да, уже должны поступить, сейчас в наличии тоже есть спутник ВИ, вчера поступил второй компонент спутника ВИ, и вот в конце мая, вот 30-34, на первых часах июня 54 тысячи доз должны спутник вакцинации. То есть как-то как-то особо перебоев нет, да, у нас в поставках? Вакцина есть, наличие, в принципе. А люди предпочитают больше какой вакцинироваться? Ну вот изначально то, что пошел спутник ВИ, и все считают, что спутник ВИ, ну может быть, или то, что первые там, может быть, смотрели, какая реакция, ну вот мы ведем мониторинг реакций на ожидаемых реакций на вакцинацию, вот по Казваку и по Хаятваку, так как они не содержат живых частиц вируса, химическим способом вирусы инактивированы, и поэтому, соответственно, и ожидаемых реакций температуру, болезненность, таких реакций именно на Казвак и Хаятвак меньше. Ну таких серьезных, ни на спутник ВИ, ни на Хаятвак, ни на Казвак не было зарегистрировано неблагоприятных реакций. Ну, в принципе, все три вакцины, они одинаково эффективны, одинаково безопасны. Ну, у человека выбор есть. Ну вот у нас специалисты и Хаятваком привелись, и Казваком привелись. Ну, мы, так как мы первые шли на первом этапе, наши, получается, больше спутник получили, потому что мы прививались еще в феврале месяце, и когда у нас только спутник был. Ну, сейчас, например, если была возможность, может быть, и другой вакциной привелись. Просто так, как изначально медицинские работники группа риска была, и на первом этапе в первую очередь прививались, мы все привелись. Так все-таки, вот, говорят в последнее время, что лучше иммунитет, если через 45 дней, да, прививаться, потому что нам даже писали комментарии, что им прям сказали, приходите второй компонент получать через 45 дней. И они спрашивают, почему, везде же говорили, 21 день. Ну, вообще, вот, согласно постановлению главного государственного врача, на сегодня получение второго компонента по спутнику ВИ от 21 до 90 дней. Потому что есть форс-мажорные обстоятельства, да, кто-то, ну, кто-то на этот момент может заболеть, кто-то там уехал, кто-то еще что-то. Разные причины. Ну, вообще, сейчас вот Институт Гомолей дали разъяснение, что, в принципе, иммунитет развивается, и можно прививать на 45-й день. Поэтому вот было по Казахстану принято решение, что на 45-й день на второй компонент приглашают. Ну, если есть желание, если есть какая-то экстренная необходимость, да, потому что сейчас, вот, как я уже говорила, при получении второго компонента, вакцинация считается завершенной, то есть ряд послаблений. И многие хотят вот выехать за границу в Россию, куда-то выехать, и они хотят пораньше получить второй компонент. Поэтому в поликлинику, где вы прививались, можно обратиться с заявлением и поставить на 21-й день. Ну, многие так и поступают, обращаются. Ну, вообще, некоторые на 45-й день. Ну, в принципе, вот это не будет нарушением, допускается. К нам вот, например, женщина обращалась, она первый компонент получила, но ей потом по работе нужно на 4 месяца уехать в Турцию. И она, получается, не успевает ни на 90-й, ни на 45-й дней. Ну, и 21-й, вот, она писала заявление на 21-й. Ну, вот разные, все люди разные, у каждого свои обстоятельства. Кто-то спокойно на 45-й день приходит. Есть какие-то прогнозы, когда мы все-таки 50% должны достигнуть, или к концу года сколько привить мы должны по области? Вообще, по плану Минздрава по поставке вакцин к сентябрю необходимо 10 миллионов привить. И вот у нас, по нашей области, по 50 тысяч в месяц мы должны вакцинировать. Поэтому сейчас мы каждый день мониторим разъяснительную работу. Ну, есть проблемы с населением, что не все. Мы проводим, конечно, через Zoom, через соцсети, инфографика есть. Ну, вот, для себя я отметила, когда непосредственное общение, когда разговариваешь с человеком, когда объясняешь, тогда как-то больше воспринимается информация. Поэтому мы сейчас стараемся, все наши специалисты выходят в организованные коллективы, встречаются, разъясняют. Сейчас вот для вахтовых работников, которые, для промышленных предприятий, которые вахтовым методом работают, они тоже, у них ПЦР-тестирование не обязательно. Если есть два компонента вакцинации, то у них ПЦР-тестирование не сдают. ПЦР-тестирование не сдают.